Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Сегодня на первый путь железнодорожного вокзала Сургута прибудет эшелон победы. В его составе отреставрированы вагоны, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и в тяжелый послевоенный период. Встречать поезд будут в 13 часов. Все желающие смогут осмотреть вагоны, узнать об истории того времени и сделать памятные фотографии. Мероприятие, посвященное 70-летней годовщине Великой Победы, позволит воссоздать атмосферу мая 1945-го, когда на вокзалах встречали составы с советскими солдатами, возвращающимися домой. Ретро-поезд пробудет в Сургуте до 6 вечера, после чего отправится в Нижневартовск. В четверг утром начался основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. 19 и 20 мая более 400 сургутян пройдут испытания по английскому языку. Накануне письменная часть, сегодня устная. Вчера для проведения госэкзамена организовали три пункта, сегодня их двое больше. Аудитории прошли соответствующие проверки и оснащены всем необходимым. В понедельник и вторник школьники напишут математику, 27 и 28 мая – общество знания. Также на следующей неделе стартует единый государственный экзамен для 11-ти классников. Они в будущий четверг сдадут географию, литературу и химию. Сегодня город будет готов к проведению. Я с большим удовольствием всегда и, конечно, с волнением в том числе разделяю волнение наших выпускников. Желаю им только удачи и чтобы они продемонстрировали самые лучшие свои знания, которые приобрели за все годы обучения. Сваливая снег при уборке сургутских тротуаров и дорог, подрядчики повредили живые изгороди. Теперь им придется восстанавливать растения за свой счет. Специалисты лесопаркового хозяйства обследуют зеленые территории. По результатам инспекции составляют соответствующие акты. На днях сургутяне поделились в социальных сетях информацией о том, что на улице Никольской якобы вандалы вырубили аллею предпринимателей. Напомним, там в 2018-м высадили 260 растений – яблони, сирень, шиповник. Как рассказали журналистам телеканала «Сургут-24», в лесопарковом хозяйстве эту территорию также повредили подрядчики во время уборки снега. Аналогичные восстановительные работы планируется пройдут теперь не только там, но и на улицах Нефтяников, Югорская, Профсоюзов и Бульваре Свободы. Да, на улице Никольской кустарник срезан, частично полностью уничтожен, частично поврежден. Подрядчик должен выполнить восстановление посадок. За свой счет, при полной приживаемости посадок будет выполнена приемка. То есть приемка будет выполняться в августе или сентябре. В детском отделении Сургутской городской клинической поликлиники номер 4 по адресу Губкина 1-1 завершился капитальный ремонт крыши. Проблемы копились в течение многих лет. Сначала фиксировали небольшие протечки, а позднее несколько кабинетов пришлось и вовсе закрыть из-за регулярных подтоплений. Кого-то расселили по разным этажам, а детский гинеколог и вовсе сменил прописку, переехав в здание на Божова-16. Сейчас помимо ремонта кровли также восстановили 8 кабинетов и коридор, покрасили стены, обновили потолок и пол, систему вентиляции. Сейчас специалисты переезжают в восстановленные помещения. Четвертый этаж займут отоларингологи. Им наконец-то не придется ютиться в неприспособленных кабинетах. Комфортнее станет юным пациентам и их родителям. На отдельном этаже в коридоре в ожидании приема врача будет заметно просторнее. До этого времени врачи отоларингологи принимали на третьем этаже поликлиники. Кабинеты, конечно, были неприспособлены, манипуляционные, видите, просторные. То есть есть место и для мамы, и для доктора, и для маленького пациента. Там, конечно, кабинет был меньше, наверное, на треть. Это всегда ограничивало движение, создавало неудобства как пациентам, так и доктору и медсестре ассистирующей. В Югре отменили ограничения на проведение массовых мероприятий с числом участников более 3000 человек. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова. Напомню, ранее такой запрет был установлен для предотвращения распространения коронавируса. В частности, не разрешалось проводить мероприятия регионального, межмуниципального и муниципального характера. Кроме того, табу было наложено и на публичные собрания. Вместе с тем в регионе продолжает действовать масочный режим. Решение об его отмене санитарные врачи считают преждевременным. Меологи считают, что сейчас есть те признаки завершения базы резервации эпидемического процесса коронавирусной инфекции, после чего возможен переход в активный рост заболеваемости. И вот на этом фоне, при том, что не отменен масочный режим на региональном, на федеральном уровне, считаем, что необходимо воздержаться от отменения масочного режима в мансийском автономном уровне. Пицца Фабрика. Доставка от 30 минут, несмотря ни на что. Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Всё. Управляйте домофоном из любой точки мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok